Посмотрите, как радуются солнцу и свежей зелени наши черепашки. На территории Российской Федерации обитает два подвида средиземноморской черепахи. Это средиземноморская черепаха Никольского, которая обитает на Черноморском побережье Краснодарского края, и средиземноморская черепаха Паласа, которая обитает в Республике Дагестан. Этих черепах можно встретить в горах и лесах Геленджика. Они занесены в Красную книгу Российской Федерации в категории «Статуса редкости 1». То есть вид, находящийся под угрозой исчезновения. Средиземноморская черепаха имеет высокий овальный слегка зазубренный карапакс, длиной около 35 см, окрашенный в светло-оливковый или желтовато-бурый цвет с черными пятнами. На передних лапах 5 либо 4 когтя. На Черноморском побережье Кавказа черепахи чаще всего встречаются от берега моря на высоте до 200 метров над уровнем моря, реже – на высоте до 400 метров над уровнем моря. Средиземноморская черепаха – это дневное животное, активное в теплые дневные часы. Сезонная активность в окрестностях Сочи и Геленджика продолжается с апреля по ноябрь. В пище черепах 45% составляют бобовые, 16% – сложноцветные, остальное – мареновые, наречниковые и заразиховые растения. Спаривание у черепах происходит с апреля до конца июня. У содержащихся в вольере черепах наблюдается массовое осеннее спаривание в сентябре. Первые кладки зарегистрированы в конце мая. Черепаха Никольского – это реликтовый, эндемичный подвид с прогрессирующим сокращением численности. Ранее он был довольно многочисленен между Новороссийском и Адлером. В настоящее время средиземноморская черепаха на отрезке Туапсе-Гагры практически исчезла. Связано это с тем, что раньше сотнями этих животных вывозили отдыхающие, число которых только в Сочи превышало в советский период 2 миллиона человек в год. На Черноморском побережье ключевые места обитания черепахи Никольского уже охраняются. Так, на территории заповедника Утриш, проектирование которого в непростых условиях было осуществлено в 2008-2009 годах, обитает около 6 тысяч черепах. Другой значимой территорией для сохранения этого эндемичного подвида в настоящее время становится природный парк Маркотх. Интересно, что первые 10-15 лет жизни панцирь у этой черепашки остается довольно пластичным и ненадежным. Поэтому черепахи становятся легкой добычей других животных, от грызунов и птиц, до и нотов, кабанов и шакалов. Поэтому неудивительно, что среди молодого поголовья смертность может достигать 90%. Однако, несмотря на высокую смертность молодняка, все же основную угрозу для жизни черепах представляет человек. Некогда единый от Анапы до Пицунды ареал обитания черепахи Никольского сегодня фрагментирован и продолжает сокращаться. Аналогичная ситуация отмечается в Дагестане у черепахи Паласа. Основными негативными факторами, определяющими состояние популяции черепах, конечно же, является уничтожение естественных мест ее обитания, в том числе за счет строительства, а также расширения сельхозукодий. Нередко сокращает численность и гибель черепах во время пожаров. А также незаконный вылов и продажа рептилий в качестве живых сувениров и домашних животных. Сегодня черепаха Никольского занесена в три красные книги. Это Красная книга России, Красная книга Краснодарского края и в Красный список Международного союза охраны природы. Она является одним из наиболее уязвимых видов, пресмыкающихся, проживающих в Краснодарском крае. Вы тоже можете помочь черепахам. Не забирайте их из среды обитания, не поддерживайте отлов и торговлю краснокнижными черепахами, сообщая о таких инцидентах в правоохранительные органы. Ведь черепахи на самом деле удивительные животные. Они имеют цветное зрение. Цвет играет очень важную роль в жизни черепах. Так они могут издалека увидеть съедобные растения, способны узнавать знакомых людей, различать цвета на картинках и даже видеть себя в зеркале. Продолжение следует... Продолжение следует...